Татьяна Сергеева 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 Всегда мы видим людей, которые переходят дорогу, уткнувшись в телефон, не обращая внимания ни на велосипеды, ни уж тем более на машины, предполагая, что они на дороге главные. И вот скорее такой знак установили для водителей, немножко поиронизировав, сказав, что имейте в виду, что пешеход в этом плане всегда прав. Этот знак установлен всего в одном месте, то есть это не всешведская история. Но из таких примечательных знаков у нас, не знаю, насколько он примечательный, очень много знаков с изображением животных. Прежде всего это лоси, косули, которые встречаются, спокойно выходят на дороги. И для того, чтобы лось, это вообще один из таких, наверное, главных факторов, которые ведут к авариям на дороге. Потому что они выходят, они не соблюдают правила дорожного движения, они не смотрят, где для них обустроены переходы. Поэтому, конечно, на трассе, где уже высокая скорость, когда лось, вот эта вот махина выходит на дорогу, но скорее всего там будет смертельный исход для обоих участников дорожного движения. Поэтому вот такие знаки часто устанавливаются, и предполагается, что человек будет сбрасывать скорость. И еще в центре Стокгольма у нас установлен знак о запрете проезда на некоторых улицах на шипованной резине. То есть даже если зимой мы едем просто на обычной зимней резине, туда можно проехать. Но если у нас резина шипованная, то туда заехать уже нельзя. Юля, а какие штрафы за все вот эти нарушения предусматривает законодатель? Вот смотрите, со штрафами у нас тоже интересная история, потому что, конечно, кто-то должен это отслеживать все. И больше всего штрафов у нас все-таки выписывают за превышение скорости, и здесь штрафы у нас варьируются в зависимости от разных факторов, прежде всего от того, что это за дорога. То есть если на дороге, например, есть ограничение скорости до 50 км в час, это одни штрафы. Если до 80 или 100 км в час, это другие штрафы. И дальше идет градация, насколько мы превышаем скорость. До 10 км, до 15, до 20 и так далее. В принципе, считается, что до 35 км превысить скорость, здесь можно обойтись штрафом. Если мы превышаем скорость больше, чем на 35 км, то есть от 36 и далее, то здесь нас уже ждет не просто штраф, а максимальный штраф у нас где-то 400 евро. То есть начиная от 200 евро и заканчивая 400 евро. Что еще? Вот если не только штраф, что еще? Если мы превысили скорость больше, чем на 35 км, то тогда дело уже идет к прокурору. И здесь идет разбирательство, здесь, скорее всего, уже ждет суд и даже тюрьма. А лишить права, это еще до уголовного дела может дойти? Лишают, лишают прав. Причем это первый, как правило, этап. Нас лишают прав. И это где-то на два месяца, но в зависимости от того, насколько превысили, насколько была загружена дорога в этот момент, то есть насколько большую опасность мы представляли для людей. И здесь могут лишить прав от двух месяцев. Два месяца – это такая среднестатистическая цифра. Два-три месяца. Но могут и до года, если это, например, повторное нарушение. Но, в принципе, дальше, если сильно превысили скорость, например, если на 50-60 км превышена скорость, то это, скорее всего, тюремное заключение. Даже если это первый раз непрецедентный случай, а если это первый раз случилось, то могут сразу же... Если очень сильно превысили, то есть если превысили, например, если проехали на 36 км, то скорее всего просто лишат прав. А если, например, уже 50-60 км превышение скорости на дороге, где, допустим, превышение идет до 50 км, установлена граница, то здесь, конечно, уже будет... Ясно, что за максимальное превышение... Достаточно жесткая, кстати, система. Я удивлена, что еще лоси не подготовились к правилам дорожного движения при такой жесткости. Скажите, Юлия, а вот по поводу... Все-таки, если настолько сурово законодательство по отношению к нарушителям, аварии часто на дорогах или... Аварии достаточно часты, но причем я бы сказала, что аварий очень много... Ну, естественно, это если человек едет в нетрезвом состоянии, хотя, как показывает практика, такие люди стараются все-таки держаться в рамках, не превышать скорость. Ну, это тоже, наверное, всемирная история. И аварии, конечно, вызваны либо дикими животными, либо, как ни странно, велосипедистами, которые просто в неожиданном месте могут проехать, повернуть. Они также считают, что они главные на дороге, как и в случае с пешеходами. И вот велосипедисты чаще попадают в аварии, чем, например, просто две машины сталкиваются друг с другом. Ну, понятно. Хотя такое бывает, особенно, конечно, в зимнее время, когда у нас дороги не чищены, например, или возникает наледь. Конечно, всякое случается. А велосипедисты еще и на каблуках, и в летнем платье действительно смотрятся неожиданно для многих, наверное, водителей. Что ж, спасибо большое, Юлия. С нами была Юлия Антонова. А мы едем дальше. Италия. Не менее прекрасная страна. Замечательная, особенно, наверное, весной. С нами наш постоянно уважаемый эксперт Илея Зефирова, дипломированный фитнес-инструктор. Здравствуйте, Илея. Здравствуйте, Таня. Насчет замечательной страны я сразу поправлюсь, по крайней мере, не в этом году, потому что сейчас 13 градусов, и последнюю неделю льет дождь. Так что я, как всегда, легенько оделась, но только исключительно ради вас. Отлично. Это радует всегда. Тем не менее, погодные условия, если они вас не радуют, то нас они радуют вдвойне, что у вас не все так прекрасно, честно вам скажу. Потому что слишком хорошо, когда очень хорошо. Я знаю вашу позицию, да. Ну, я шучу, конечно. Всегда приятно видеть Италию и наших замечательных экспертов. Лея, как обстоят дела с этикой на дорогах в Италии? Ужасно, скажу я вам, ужасно. При том, что тут здесь, в общем-то, видимо, нужно суммировать факторы. По дорожному законодательству вообще запрещено говорить какие-то некрасивые, нецензурные слова, пока ты, значит, в машине или вне машины находишься на дороге. Запрещено показывать всякие некрасивые жесты. Но ведь, как говорится, запретный плот, то он сладок. Вот. Это первый момент. А второй момент – народ темпераментный. Дело такое. Ну, честно, я вам скажу, вот, например, вот мы же все знаем, мы практически все водители, да. То есть элементарная ситуация вот сразу из жизни. Дорога буквы Т – моя главная. Сбоку у меня, значит, второстепенная, соответственно, мне должны уступить. Еду спокойно, не быстро, спокойно, хотя быстрее ездить люблю, не скрываю. Вот. Бабушка красивая, с кудрями, с помадой, совершенно спокойно, не задумываясь, выезжает, режет мне дорогу абсолютно вот. Просто вот спокойно дышит, тетка сидит. И когда она видит, она видит мое лицо, потому что, видимо, она очень многое в этот момент говорила, она, заканчивая свою траекторию, просто поднимает средний палец и уезжает. Как мило. И, понимаете, вот в этот момент, да, это чудесно. При том, что как бы права-то, в общем-то, я, если бы что-то случилось, я бы позвонила, собственно говоря, в полицию или карабинером и бросил бы в меня камень тот, кто сказал бы, что я не права. Но в этом случае ты не знаешь, что делать. То есть, естественно, там в машине очень много нецензурных слов произвучало. А это гигиеничные случаи? Или это гигиеничные случаи? Нет, это абсолютно нормальные случаи, я вам хочу сказать. Абсолютно нормальные. И вот количество аварий, по-моему, вот чисто вот мое такое восприятие происходит именно из-за этого. Потому что ряд недобросовестных товарищей позволяют себе... Причем я спрашиваю себя, вот лично я спрашиваю, я до сих пор не нашла ответ. А это происходит в силу каких обстоятельств? В силу того, что человек за рулем не знает правила дорожного движения. Либо он знает, но думает, пронесет. Либо он просто не видит, что кто-то едет и просто спокойно с радостью слушает музыку. Там может быть множество предположений, но тем не менее это так, и это абсолютно нормальная ситуация. А вот за такие нарушения штрафуют? Какие-то санкции законодатель принимает? Нет, а штрафовали бы, если бы успели, но как это докажешь? У нас видеорегистраторов, кстати, практически нет. Они не используются, а даже если у единичных, в единичных случаях они есть, они не учитываются при рассмотрении дела впоследствии. То есть это как бы... И вообще в принципе я их не вижу нигде на машинах. То есть этого нет. Соответственно, люди думают, если потом никто на это не будет смотреть, зачем мне это нужно? Но, кстати говоря, я вот вам хочу сказать, по поводу опять-таки эмоций на дороге, вернемся немножко к знакам. Вот эта вот ситуация, это ситуация в городе. Сейчас я постараюсь сделать так, чтобы было видно, да? Вот смотрите, вот вы едете, и перед вами вот это. Допустим, у вас сломался... Это указатель, да? У вас там сломался навигатор, или там, я не знаю, там выкрутился телефон. Скажите мне, пожалуйста, сколько у вас времени, чтобы прочитать, куда правильно поехать? Соответственно, человек, который в данный момент за рулем, то есть он говорит, вспоминает маму. То есть мы же понимаем, да? Вот. И в общем-то, и все вот это вот складывается. Ну и не дай бог пешеходные переходы. Пешеход перебегает, когда успеет. И мне иногда очень жалко, честно говоря, туристов, которые на пешеходном переходе стоят и стоят. И приходится их так чуть-чуть... А светофоры не регулируют? Ребят. А светофор есть? Там, где светофоры, там, где светофоры, безусловно, зеленый цвет, зеленый цвет, все, пешеход пошел. Но есть просто пешеходные переходы, где по праву любой пешеход в любой момент может его перейти. Это согласно регламенту. Но туристы у нас люди добросовестные, поэтому они стоят и ждут, когда же им уступят дорогу. Никогда, сказала себе. И мимо проходя, я говорю, идите, идите, иначе до завтрашнего утра здесь простоите. Действительно так и будет. И они начинают там прятать, просто выбегут, будут стараться пробежать. И это абсолютно нормальная ситуация у нас в стране. То есть как бы и в городе, в Риме, о чем я говорила, что аварий очень много происходит. И вот я говорю, что, по-моему, это происходит именно потому, что люди просто, видимо, считают себя такими великолепными водителями чаще всего. Ну, интересно, почему не обращают внимание на знаки? Это действительно опасно ведь. Нет, не обращают внимание. А если вот о знаках? Какие-то есть специфичные знаки, только для Италии присущие? Вот как раз я его сейчас нашла. Ну, честно говоря, мы не рассматриваем сейчас те знаки, которые там с тетеньками, с дяденьками, которые подрисовывают. Да? Я не буду это смотреть, тем более это решено. Да, 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 да. Вот смотрите, вот есть вот такой знак. Здесь написано. Сейчас, 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 вот так вот будет видно или нет. Каштанопад в осеннее время года. Ну, вот так. В летнее нет, в зимнее нет, а в осеннее будьте осторожны. Вот. А что касается... А, есть еще, знаете, какие? Вот может быть даже не столько именно знаки, а вот такой, я думаю, что любителям вина такой знак очень понравится. Вот такие вот красивые вещи. Боролы в одну сторону, в другую сторону. Это где закупиться можно? Это указатель, где можно купить оптом? Да, 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 совершенно верно. Ну, то есть кто, вот кто... А есть еще вот такая чудесненькая, чудесненькая вещица, причем, если мне покажут, вот это название. В Реджиумиле есть такой поселочек. Стецу, как мы понимаем, это пол и одновременно секс. Люди очень любят сфотографироваться около этой надписи. Но это вот больше такое, знаете, такое больше веселенького, потому что о грустном в этом случае говорить не хочется. Поэтому я вот тут сделала такую подборочку. Еще есть, кстати, измек, называется «Пургатурия», что в переводе на русский «Преисподняя». Я думаю, что это очень веселое место для проживания. Ясно. Лия, а вот если вдруг оштрафуют пешехода, такое вообще возможно в Италии? И если оштрафуют, то какова цена этого штрафа? Да, мы его могут оштрафовать. Вообще, конечно, полицейские, обычно их видно. Вот стоят полицейские. И ты говоришь, зачем же я буду при полицейском-то нарушать, потому что он меня цап-царап. Но здесь абсурдная ситуация. Полицейский, видимо, ему нравится стоять и разговаривать с другим полицейским. А поэтому он предпочтет, скорее всего, сделать вид, что он ничего не заметил. Да, вот. Но может, конечно, не повезти. У него будет плохое настроение. И он покажет тебе, где раки зимуют. В этом случае штраф будет достигать, по-моему, до 120 евро где-то так. А вообще штрафовать могут даже водителя, по номеру машины, ему потом в письмо счастья придет. Например, за открытое окошко. То есть если оно будет чуть-чуть открытым, там штраф предусматривается от 40 до 160. Я вот думаю, а размер как считается? От того, на сколько сантиметров оно будет опущено? Вопрос, почему, спрашивается. Потому что вы таким поведением недобросовестным провоцируете воров, собственно говоря, совершаете правонарушения. Тогда полицейским придется намного больше работать, а в этой стране работать не очень сильно. Вот какая специфичная особенность, даже очень необычная, я бы сказала. Спасибо, Саня Белару, Лея Зефирова. А мы летим дальше. Люксембург. Люксембург – небольшая страна, но прекрасная, как и все наши предыдущие и последующие. А у нас Екатерина Грузова, филолог-преподаватель. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Как настроение? И готовы ли рассказать нам про этику на дорогах в Люксембурге? Настроение прекрасное, спасибо. Надеюсь, у вас тоже. Но у нас в Люксембурге все очень строго. Это как? Да, очень-очень строго. Полицейских мы все очень сильно боимся. Здесь штрафуют практически за все. Вот недавно меня оштрафовали только потому, что я въехала для разворота на улицу с кирпичом. То есть на улицу с односторонним движением, очень такую узенькую. Просто хотела развернуться. И вдруг, откуда ни возьмись, из-за угла вышел полицейский и оштрафовал меня на 145 евро. Пауза. Весьма жестко. Да, потому что обычно такую сумму мы платим за превышение скорости, за очень большое превышение скорости на дорогах. Но спорить с ними абсолютно не стоит. Кроме того, как вы знаете, наверное, в Европе существуют права по баллам, с баллами. У нас здесь 20 баллов. В Италии то же самое, кстати. У нас здесь 20 баллов. И с меня сняли 2 балла. Только за вот этот разворот. Потому что я нарушила правила и буквально на несколько сантиметров въехала вот на эту улицу. Понимаете? То есть какая у нас ситуация. А вот такие вот, Екатерина, непонятно немного, что это за баллы? Расскажите по-другому. Баллы – это права. Права водительские. Они как бы разбиваются на 20 баллов. Пункты еще их называют. Вот. И если вы нарушаете, то за определенные нарушения эти пункты полиции снимаются. Есть разные нарушения, которые предусматривают снятие различного количества баллов. За превышение скорости обычно 2 балла. И если вы вдруг потеряли все баллы или дошли до самого предела, то у вас отнимают права на 2 года. Без права вождения абсолютно. Так что очень-очень строго. Практически компьютерная игра. Да. Тебе дают жизнь, и потом эти жизни у тебя, собственно, и забирают. Да, абсолютно верно. Да, вот эти баллы. И, конечно, мы все боимся. Баллы отнимаются очень быстро, без разговоров. Они просто вас информируют, что они сняли с вас 2 или 3 балла. Здорово. А в связи с такой вот интересной системой оценки и достаточно такой своеобразный законодательный подход к дорожному движению, много ли аварий на дорогах? Аварий вообще немного у нас на дорогах. Ну, где-то в год, может быть, 300. 300 аварий по государству происходит в Люксембурге. Но смертельных исходов очень мало, надо сказать, слава богу. Но у нас здесь, как в Германии, есть такие участки без ограничения скорости на автострадах. Но по городу очень строго. Недавно за моей коллегой устроили целую погоню прямо в центре города. Она вообще думала, что что-то произошло. Оказалось, что гнались за ней. Она была на машине или пешком? Да, прямо на центральной улице. Просто она немножечко, как бы, поехала чуток побыстрее, потому что зажегся зеленый свет. И вдруг сзади сирены, шум, машины все встали. И полицейская машина ее обгоняет, перекрывает ей движение. Она в шоке. Что произошло? Она превысила скорость буквально на где-то 4 километра, что ли. Скажите, вот все-таки взаимоуважение есть между пешеходами и водителями? Пропускают ли на пешеходных переходах? Можно ли вообще перейти в неположенном месте? И как это будет? В неположенном лучше не переходить. На вас будут коситься даже местные жители. Лучше не стоит. И полиция здесь абсолютно везде. То есть, если вас увидят, что вы переходите в неположенном месте, могут остановиться, могут оштрафовать. Все это здесь знают, поэтому лучше нет. Переходов здесь очень много. Водители вежливые. Я сама вожу уже более 20 лет машину. И здесь, конечно, на это пожаловаться не могу. Каждый друг друга пропускает. Да, здесь есть такой кодекс вежливости. То есть, если человек вас пропустил, нужно обязательно поблагодарить. А если в Италии обычно поднимают руку... Да, потому что я прожила 20 лет в Италии, и я сравниваю с Италией. Если там вот так поднимают руку, чтобы поблагодарить прямо в машине, то в Люксембурге включают аварийный сигнал. У нас тоже. Тик-тик-тик-тик. Мы так же благодарим. Да, да. Точно так же. Два-три раза помигать. Спасибо. И поехали дальше. Вы знаете, кого мы боимся больше всего на дорогах? Мы боимся велосипедистов. Их очень много. Они снуют абсолютно везде. И не дай бог их задеть. Виноваты будете всегда вы. Даже если они выскакивают абсолютно в неположенном месте, это святые велосипедисты. Упаси Господи. На кольцевых их очень часто не видно. Вот в этом... Знаете, когда ведешь, есть этот слепой угол в машине. Бывает, они попадают в этот слепой угол. Екатерина, а полицейские как-то реагируют на вот такое неправомерное поведение непосредственно велосипедистов? Наказывают, штрафуют? Нет. Вот велосипедистам все можно. Это здорово. Наверное, лучше тогда приобретать велосипед. А есть ли какие-то необычные знаки? Потому что, кстати, для каждой страны это в своем роде что-то новое. Есть ли что-то новое в Люксембурге? Нет, вы знаете, думала, искала, смотрела. Но нет, ничего необычного у нас здесь нет. Все довольно-таки по-немецки. Сухо, лаконично. И жестко. И жестко, да. Нет, таких вывесок, как в Италии, здесь вы не найдете. Зато вот есть своего рода интересные моменты, связанные с велосипедистами. Вы знаете, что здесь очень важно все-таки и приятно? Что, несмотря на все вот эти строгости, водителя под шофе обычно не штрафуют. А сколько можно, кстати, если мы говорим про этику? Да, по закону вообще можно 0,5. 0,5 промилле в крови. Да, 0,5 промилле, да, можно. Но если у вас чуть-чуть больше, то вас все-таки не оштрафуют. И здесь народ любит вечером выпить, и потом все садятся за руль и спокойно разъезжаются по домам. Ну, конечно, если больше 0,8, то штраф уже 145 евро, либо еще, если выше, то 500, а еще, если выше, то 10 тысяч. Ого, вот так вот. Лучше не усугублять вообще за рулем. Это наш совет. И Люксембургу в том числе. Спасибо, Екатерина. С нами была Екатерина Грузова. Мы едем дальше. Германия. Мы вплотную занялись Европой. На наши вопросы ответит Юлия Габерштейн, психолог и наш постоянный эксперт. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. У вас там замечательная библиотека сзади. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, Юлия, как обстоят вот эти моменты этикета, так называемого, на дорогах? В Германии. Ну, в Германии, конечно, очень строгие правила. Люди очень придерживаются правил, ездят по правилам в основном. Очень уважительные, вежливые по отношению друг к другу. Смотрят, пропускают, в принципе. Ну, вот я слышала коллегу из Люксембурга. Могу сказать, что у нас в Германии та же проблема, что касается велосипедистов. Это, конечно, тоже проблема в Германии, потому что велосипедисты могут ехать не по своей дорожке, могут выезжать на автостраду, могут делать разные вещи, которые, в принципе, не хотелось бы автолюбителям. А все-таки тогда как относятся к пешеходам? Если велосипедисты имеют право на свои нравия, свои воли, все-таки что происходит непосредственно с пешеходами? Как автомобилисты реагируют на них? Пропускают ли на пешеходных переходах? Нет. Расскажите нам. Да, пешеходов пропускают. К пешеходам также очень уважительное отношение. Всех пропускают, всех. Есть пешеходно очень много зебр везде, пешеходные переходы. Все, в принципе, очень хорошо организовано. Есть очень много разных дорожек специальных для пешеходных переходов, чтобы люди, кто пешком идет, могли спокойно переходить. То есть здесь, в принципе, все сделано для людей, для пешеходов. В принципе, все для этого есть. А если перебежать в неположенном месте, тебя пропустят или на тебя посмотрят, как на неадекватного человека? Пропустят, но посмотрят, как на неадекватного человека. Ну, зато пропустят. Замечания сделают. Замечания сделают. Здесь вот прям, можно сказать, с детского сада приучают детей к тому, как правильно ходить. Очень много, уже вот детские сады, школы, они делают много путешествий с детьми. И все делается правильно. Входят вечером. Если вечером выходят пешеходы в темное время, каждый старается одевать что-то, чтобы было. Да, рефлекторы, чтобы были, чтобы отражалось машинам, чтобы было все видно. Это очень важно. Велосипеды здесь также должны пройти специальное техническое обследование, чтобы у них там все было, все, что нужно, все, что должно быть на велосипеде. То есть это отражатели разные. Говоришь про то, что соблюдают ли дорожные знаки или нет, я уже считаю, нет смысла, потому что и так все понятно, что соблюдают. А есть ли какие-то оригинальные знаки, которые бы вы хотели нам рассказать? Про знаки сказать сложно. Знаки, по-моему, особых знаков нет. Мне кажется, в России такие же все знаки. Может быть, знак, где косули бегают у нас. Если есть полярия, там, где косули, как правило, вот такие знаки есть. А больше других знаков я особо не знаю. Что хотелось бы отметить, что мне кажется, это есть в Германии, но мне кажется, в России такого нет. Или я об этом не знаю. Здесь есть такие правила, они, правила употребления алкоголя за рулем. И если человек едет даже на велосипеде, но он изрядно выпил алкоголь, и его остановит полиция, то у него могут забрать его водительское удостоверение. И могут лишить его водительских прав. Ну, понятно, потому что все равно это некий водитель, пусть и не такого сложного транспортного средства. А вы знаете, у нас в России в общественных местах могут оштрафовать даже пешехода, если он перебрал и заметно. Поэтому, вот, я думаю, с велосипедистом в общественных местах обстоят дела тоже, наверное, логично. А скажите, пожалуйста, еще такой вопрос, да, Юля? А вот есть ли какие-то, ну, не знаю, специфические, может быть, какие-то правила, регуляции, какие-то штрафы, которые вот действительно вас поразили в Германии? Да, меня поразил такой штраф, что, например, если едет водитель, и он показал другому водителю средний палец, за это могут тоже оштрафовать. То есть за это есть штраф. Отлично. Это регулярно, это должен показать видеокамера, да, где-то зафиксироваться? Нет, достаточно, например, если были свидетели, которые могут это подтвердить, этого будет уже достаточно. Понятно. Этикет в самом непосредственном его выражении. Да, именно так. А штраф вот какой будет, в каком размере вот за такое вот нарушение? Мне сейчас сложно точную сумму озвучить, я не знаю этой точной суммы, но вот я знаю, что есть штраф, какой, в каком размере этот штраф, я, к сожалению, не знаю, не могу точно ответить на этот вопрос. Конечно, это требует конкретного и тщательного изучения, я с вами согласна. А вот есть ли еще какие-то такие интересные события, которые могут произойти на дороге, ну, непосредственно, там, пешеход, водитель, или же все-таки все регламентировано, четко, сухо? Ну, на самом деле нет. В Германии все, да, четко, сухо, но всегда есть но и всегда есть компромиссы. Если, например, произошла какая-то авария, где две машины столкнулись лоб в лоб, это не всегда будет означать, что виноват тот, кто выехал на встречную полосу. Вполне может быть так, что штраф разделят 50 на 50. Ого, а почему так? Сказав тому человеку, кто ехал по своей полосе, что если ты уже видел, что человек выехал на встречную полосу, что ты не притормозил и не пропустил вообще, не сделал все возможное, чтобы избежать аварии. Вот это называется этикет до абсурда, вот честно. И вот такое в Германии тоже возможно. То есть вот это я считаю немножко абсурдным, но тем не менее люди, зная такие моменты, учитывая их, стараются быть более вежливы и культурны друг к другу, пропускают друг друга и все-таки следят, каждый старается избежать аварии. А в этом ведь есть некая логика и есть некий моральный принцип даже, если вот так, ты тоже будешь виноват, если ты и не виноват вовсе. Спасибо, спасибо, с нами была Екатерина, с нами была Юлия Габерштейн, психолог, Германия, а мы едем дальше. Таиланд. Таиланд и наш постоянный эксперт Сергей Лето, искусствовед. А мы поговорим про этикет на дорогах. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Сергей, расскажите нам подробно, что там происходит в Таиланде с этикетом и вообще какой вид транспорта, там в почете вообще. Ну я вот сейчас как раз слушал предыдущую девушку, которая из Германии рассказывала о том, что здесь, у них там Германия, если выхвал на встречную полосу, это в принципе как бы абсолютно нормально. Здесь в принципе то же самое происходит, это происходит постоянно. Автобус, он не может разогнаться, к примеру, обходит какую-то другую машину. Все остальные потихоньку притормознут, такое бывает. Да, друг к другу моргнули как бы фарами, это абсолютно нормально. Здесь достаточно уважают друг друга. Здесь неприлично кому-то что-то сигналить, выпендриваться там и так далее. Поэтому в этом плане, да, бывает, что даже на встречку выезжают, это абсолютно нормально. Нормально, но это как-то порицается законом или нет? Ну вообще по закону, конечно, выезжать на встречную полосу нельзя. Но иногда, если хочется, то можно. Я знаю, что там всегда неправы туристы в любом случае. Даже если на каком-нибудь байке абсолютно нарушают все правила дорожного движения, а человек-турист взял на прокат какое-то транспортное средство, то если какая-то будет дорожно-транспортная ситуация, неблагоприятная, всегда будет виноват как раз-таки тот, кто взял на прокат и с другой стороны. Это верно или нет? Да, у меня у самого есть прокат байков. Я сдаю прокат мотоцикла тоже, в том числе. А сейчас, на данный момент, раньше вообще было, вот тайцы как-то на это даже не смотрели. То есть нельзя ездить без каски, нельзя парковаться, где красно-белые полосы. Понятное дело, нельзя возить третьего человека. Правила работали, грубо говоря, с 9 утра до 6 вечера. Все, а потом уже просто полицейских не было и все, и до свидания. И все еще не работало, ясно. Да, уже сейчас все изменилась ситуация, потому что действительно огромное количество проблем с европейскими туристами, даже в большей части, наверное, именно с россиянами. Это проблема. Поэтому тайские полицейские выучили русские права, и они знают, что есть категория А на мотоцикл. И вот если вы хотите взять мотоцикл в аренду, у вас должна быть категория А. Либо тот человек, который сдал вам в аренду этот мотоцикл, будет сам уже отвечать за вас. А к пешеходам как относятся в Таиланде? Если есть возможность перейти в неположенном месте, тебя пропустят? Или это, в принципе, даже норма, переходить где хочется? В основном пропускают, да. В основном пропускают. Тут еще такая интересная была ситуация. Где-то примерно лет 7-8 назад на пляжной улице сделали вот эти светофоры, на которых надо нажать кнопочку, и вы переходите через светофор. И причем сам мэр города сказал, ну, они, говорят, наверное, привыкнут к этому только лет через 5. Но так они, в принципе, просто останавливаются, пропускают. Поэтому вот эти пешеходные переходы, которые, знаете, да, которые не автоматически включаются, а надо нажать кнопку, они просто сейчас практически не работают. А штраф в отношении пешехода, если он все-таки переходит не в положенном месте, будет какой-то или тоже закрывают на это глаза? На это закрывают глаза абсолютно. Не закрывают глаза на другие вещи. Во-первых, сейчас более ужесточились правила к пьяным за рулем, потому что очень много как бы из-за этого проблем происходит там и так далее. Мало того, я вам просто сейчас интересную вещь расскажу именно о Таиланде. В Таиланде нельзя ездить за рулем даже своего собственного автомобиля. о одежде, которая не закрывает плечи. А почему? Вот такое правило. Это тысяча бат штрафа. Нельзя ездить даже в своем собственном автомобиле, у вас должны быть закрыты плечи. Интересно. Это религиозный какой-то, да, мотив? С чем это связано? Ну, это, скорее всего, от религиозной темы пошло все. А я еще просто расскажу, к примеру, что выпивать в машине алкогольные напитки не имеют права даже пассажиры. Пить в машине можно только, если ты приехал домой, допустим, да, все, у тебя там жена, дети, и ты хочешь понять, что ты счастлив. Припарковал машину, надо вытащить ключ из замка зажигания, положить его в карман, и только тогда ты можешь сидеть в своем собственном автомобиле, пить пиво. Ну, это странно. Зачем сидеть тогда в машине и пить пиво? Ну, так своеобразно. А даже пассажиры не имеют права пить. Сергей, а вот есть ли там в Таиланде у вас велосипедисты? И могут ли велосипедисты употреблять, ну, например, пиво за рулем? У нас велосипедисты появились где-то примерно 0,5-7 назад. Ну, они в основном пиво просто сами по себе не пьют, просто это спортсмены в основном. Ехать на велосипеде и выпивать пиво, это как-то глупо. Нет, так, в принципе, конечно, к ним никаких претензий нет. Здесь есть даже такие вот транспортные средства, сейчас пошли в моду очень сильно. Это электробайки такие трехколесные, которые вообще изначально были разработаны для инвалидов. Их в них можно, на них, извиняюсь, на них можно заезжать прямо внутрь торговых центров и так далее. Для них не надо ни прав, ничего, то есть как бы... И на них можно даже пьяными ездить. Здорово. Есть все-таки поблажки, да, некоторые. Странно, это пока не учтено законом или это настолько безопасно? Ну, они просто... Дело в том, что эти электробайки, они не настолько мощные, чтобы создавать каких-то проблем. Они, во-первых, там больше 30 километров вообще разогнаться не могут, понимаете? Во-вторых, они слабенькие, легкие, и на них аварии не так часто происходят. Наверное, из-за этого. Вот. А вот мотоциклы некоторые, у нас туристы, когда приезжают, они берут в аренду мотовайки, они думают, что это мопед, говорят, на него прав не надо. Я говорю, нет, прав не надо. Мопед – это то, что до 50 кубов. Это 160-кубовые мотоциклы с 4-тактовым двигателем, просто автоматическая коробка передачи. Для него нужны права категории А. Хорошо, нужны права. А про знаки какие-то специфичные, интересные расскажете нам, Сергей? У нас есть замечательный знак, вот в России есть знак, олень, да, такой нарисован. В Триланде есть точно такой же знак, только слон нарисован. Слон. Оригинально. Да, бывает на дорогах, бывают такие места, в которых ходят дикие слоны. Ну, дикие слоны, я думаю, имеют приоритетную возможность, поэтому здесь точно не стоит его подрезать и где-то... Обгонять. Его личные границы. Слон, кстати, разгоняется до 40 км в час. Он еще и догнать может. Не то, что если ты ему не уступишь, он сам тебя догонит и накажет. Спасибо, Сергей. Мы летим дальше. Мы сейчас находимся в Японии, и это прекрасная пора, весенняя пора японская. В том числе, наверное, и на дорогах. Об этом нам расскажет Михаил Можичков, японист. Михаил, здравствуйте. Расскажите нам про чудесную страну. У меня сегодня все прекрасные и чудесные страны. Ну, это как бы всегда так и есть. Расскажите, как там обстоят дела с этикетом? Добрый день. Значит, ну, в Японии с этикетом сравнительно хорошо. То есть люди, которые в свое время приезжали из России, они удивлялись, как все здорово. То есть, ну, они удивлялись тогда везде, и в Лондоне, и в Токио. Но смысл в том, что действительно люди достаточно вежливо на дорогах правила стараются соблюдать. То есть, когда две дороги сходятся в одну, то машины идут через одну, заходят. Знаете, когда две перестраиваются в одну, очень все так это спокойненько. Есть, конечно, хитрые, есть префектуры, известные, допустим, плохими водителями. Вот, допустим, если в Токио все вроде бы нормально, то если выезжаешь там в префектуру Гума, там уже появляются лихачи и те, кто подрезает. И сами японцы иногда по телевизору все-таки ругают своих, которые ведут себя, ну, неоднозначно, скажем так. Но в целом вождение в Японии, оно такое бесстрессовое, я бы его назвал. Бесстрессовое в отношении между водителями или между водителями и пешеходами тоже. Как уступают? Я думаю, между всеми, да. То есть, в целом, как говорится, и пешеходы. Знаете, вот еще 30 лет, когда я приехал в Японию, у меня был шок, когда там пригород Токио, ночь, светофор, ни одной машины нет, ни одного звука, и люди стоят, ждут, когда красный свет сменится на зеленый на пешеходном переходе. Я просто шел мимо них, подумал, вы что, больные, что психушку распустили, что ли, потому что, ну, действительно, нет никого. Да вот, то есть, до такого доходило. Сейчас, конечно же, все меняется, и потом все-таки японец достаточно стадное существо. Ну, мы все стадные люди, то есть, знаете, когда они стоят, а ты вдруг, допустим, видишь, что все нормально, и проходишь на красный свет, то, видя тебя, они идут за тобой. Михаил, вы их научили там плохому, я понимаю. Да, чему еще можно научить Михаилу, да, вот. И, естественно, сейчас вот самая большая проблема, я говорю, это вот все-таки стареющее население, а старичкам уже без разницы, они уже торопятся в рай Буддамиды, поэтому они переходят дорогу никуда не смотря, там, может быть, до пешеходного перехода, там, 10 метров, а бабушка чешет, и причем смотрит только себе под ноги, там. Ну, как говорится, божий одуванчик. Да, имеет право, наверное. Михаил, а могут оштрафовать пешехода? И какой самый высокий штраф? Вы знаете, ни разу не видел, чтобы пешехода штрафовали, потому что я помню, в СССР там все-таки за что-то штрафовали, там, не ходите по газонам, еще что-то. Здесь как-то и пешеходы не нарушают, и особенно их не штрафуют. Я не видел, чтобы такое происходило. А если вот с автомобилистами, то да, у нас, как говорится, страна самых, почти, что я думаю, в мире высоких штрафов, то есть начиная с того, что за, допустим, пьяное вождение за рулем у нас штраф может превысить 10 тысяч долларов с водителя, и по 3 тысячи долларов с каждого, кто сидит в кабине, соответственно. То есть все отвечают за то, что водитель выпил. Когда этот закон ввели, лет 10 назад, я уже не помню, но там был прикол, что там специально покарали автобус, в котором ехали какие-то работяги, и водила там у них выпил банку пива, по-моему. Остановили, померили, и весь автобус оштрафовали, как говорится, там, 25 человек, по-моему. Все независимо, вот так. Интересно, чтобы всем было неповадно. А есть ли какие-то интересные знаки? Может быть, там, цветение сакуры, осторожно, будь внимателен, не смотри по сторонам. Да, конечно, слонов и кенгуру у нас нет, но между тем, вот я недавно тоже делал большую поездку по заповедникам, по горам, и какие у нас знаки есть? У нас есть знаки обезьянки, то есть есть места, где живут те самые японские макаки, которые даже в московском зоопарке есть, и зимой их там выпускают по снегу побродить. Есть знак, естественно, олени, кабаны и еноты-тануки. Ну, вот это то, что я в основном видел. То есть вот такие интересные знаки у нас есть. Ну, такие специфичные и как раз-таки ближе к натуральной Японии. Скажите, Михаил, а вот если вдруг случится авария на дороге, то по чьей вине это обычно происходит? И вообще есть ли какая-то статистика? Много ли аварий, мало ли? Ну, во-первых, сейчас я могу пасаться, что Япония вышла на очень низкий показатель по количеству гибнущих на дорогах. То есть когда-то и японцы водили более, так сказать, лихо, может быть, либо машины были тогда плохие. То есть у них, если когда начинали статистику, все равно у них 10-15 тысяч человек, там было где-то в самом пике. То сейчас на дорогах гибнет где-то 2-2,5 тысячи человек в год. То есть если наше население в России и население Японии примерно равны, то есть, представляете, если бы у нас гибло только 2,5 тысячи в год на дорогах, это было бы, конечно, замечательно. Конечно, и машины стали умнее, и люди стали глупее, и старшие, наверное, ездят медленнее, я не знаю. Вот. То есть это вот первый момент, да, я думаю. А второе, да, у нас сейчас вот и правила достаточно строгие, штрафы высокие. И вот сейчас очень серьезно взялись за велосипедистов как раз. Я слышал, люди говорили по велосипедистам. Да, у нас все не успеют по счете. У нас на них наезжают, наезжают. То есть там, значит, ну, постепенно наушники нельзя, выпить, естественно, тоже нельзя, зонтики нельзя. Там, знаете, раньше все японцы ездили на Узбеке, держа зонтик. Да, потом всех этих полицейских выставили, значит, на дороге, они останавливают, извините. Но с зонтиком больше нельзя. Вот это раньше можно было, теперь нельзя. И вот как-то вот с зонтиками стали ездить меньше, но за это тоже положен штраф. И если нарушаешь, тебя могут там отправить на платный курс прохождения лекции по езде на велосипеде. То есть и рублем карают тоже. А вот сейчас у нас два момента в Японии, поскольку вы сказали, весна. Во-первых, весна – это обострение, как говорится, правотворчество у наших чиновников тоже. И получается, что, значит, во-первых, у нас сейчас неделя безопасности на дорогах. Ну, это когда огромное количество полицейских гоняют там в Токио или еще куда-то. И они начинают штрафовать и городских, потому что там можно больше нажиться, там больше поток машин. Вот. А второе – ввели новый закон, что теперь все должны на велосипеде ездить в шлеме. Вот вообще все. Я пока еще не видел ни одного человека вокруг. Ну, пусть так, если ты не в шлеме. Пока его не объявили. Просто сказали, что вводим закон. Я пока не видел штрафа. Я делал целый обзор, кстати, по велосипедам. Ну, я думаю, около 20 тысяч. Ну, может, 150 долларов будет. А двухколесный вид транспорта в приоритете в Японии? Уступают ли ему дорогу? Может ли он управляющий как раз велосипедом делать все, что хочет? Все, что хочет – нет. Естественно. То есть действительно сейчас велосипеды сделали полноправным участником дорожного движения. То есть мы должны, вот я даже делал, говорю, докладик маленький на эту тему. То есть мы должны ехать в том же направлении, как и машины, под обочине. Но обочине достаточно узкая. На самом деле это достаточно стрёмное дело. Я вот сегодня тоже на велосипеде ездил. И, в общем, когда вокруг грузовики, носятся ощущения не из приятных. Вот. Потом, значит, то есть все, красный свет, все такое. Там пить нельзя, музыку слушать нельзя. Ну, в общем, много чего нельзя. И, я не знаю, мне кажется, скоро нам вообще на всех японцев шлемы наденут. Ну, на всякий случай, чтобы головой не удалились. Пешеходов тоже, в том числе. Михаил, скажите, а можно встретить на дорогах нецензурную брань, ругань? Там кто-то на пешехода может накричать? Или же пешеход на водителя? Такое в Японии возможно? Значит, ну, во-первых, да, там могут быть, когда на дороге кто-то нарушил, могут посигнать, а могут даже открыть стекло, что-то покричать. Но это вообще редко. Больше конфликтов происходит, я думаю, в общественном транспорте, типа электрички, где даже и драчки возникают, особенно вечером, когда народ подпишет. Но редко тоже. А так достаточно все вежливо, да. Вежливо. То есть даже если вы, собственно говоря, у вас произошло ДТП, то есть вы просто выходите из машины, созваниваете со своими страховыми компаниями, и подъезжает полицейский на велосипеде, и вы уходите по своим делам. Все понятно. Спасибо, Михаил. Михаил Мужичков. А мы были в различных уголках мира, посмотрели, как там с этикетом на дороге. Конечно, выводы делайте вы сами, а мы лишь рассказываем о том, как оно там в других странах. Всего доброго. С вами была я, Татьяна Сергеева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok